В эфире служба новостей Саров 24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. А мусор и ныне там. Очередное обращение в рубрику «Городской дозор». На велосипеде, самокате или пешком. 22 сентября отмечается Международный день без автомобиля. Готовы к труду и обороне. Школьники, студенты и сотрудники городских предприятий сдали норму ГТО. Далее расскажем обо всем подробно. Вечером 21 сентября на Саровской ТЭЦ произошла авария. По информации из неофициальных источников, разорвалась труба парового котла, по которому двигалась пароводяная смесь. Давление пары в оборудовании может составлять более 100 атмосфер. Это равносильно действию 103 килограммов на квадратный сантиметр. По предварительной информации, в результате аварии 4 сотрудника ТЭЦ получили ранения. С ожогами лица и рук разной площади они были госпитализированы в отделении травматологии клинической больницы номер 50. К другим новостям. Мусора настолько много, что он не умещается в бункер для крупногабаритных отходов, который стоит во дворе дома номер 5 по улице Куйбышева. Ждать, когда приедет машина и освободит контейнер, приходится несколько дней. В результате мусор разлетается по двору. С просьбой решить проблему жители обратились в рубрику «Городской дозор». Все, что не уместилось в бункер, сложено рядом. Мелкий мусор разлетелся по двору. Свою лепту в антисанитарию вносят птицы, которые ищут среди коробок и пластиковых упаковок пищевые отходы. По словам Ирины Жариковой, мусор в бункер складывают не только жители близлежащих домов, но и сотрудники магазинов и других организаций, расположенных через дорогу. Поэтому наполняется он очень быстро. Это все несут оттуда. Коробки там, ну эти бутылки вот эти постоят. А железо, откуда вот это вот? Железо от машины. Ну откуда? Это явно откуда-то, где ремонтируют машины и все. Иногда, я уже говорила, привозят целую машину лобовых стекол, треснутых, битых там. И вот загружают почти целый контейнер. В отличие от заваленного мусором двора на Кубышево-5, возле зданий на Кубышево-11 и Чапаева-26 царит идеальный порядок и чистота. А там расположены не менее десятка различных магазинов и организаций. Жалобы на ситуацию со сбором мусора в бункер стекаются в том числе и к депутату по округу. Петр Смирнов неоднократно обращался к директору департамента городского хозяйства с просьбой убрать бункер из этого двора. Но департамент городского хозяйства категорически против, потому что в противном случае местные жители будут складывать свой крупногабаритный мусор в традиционные места накопления, к зеленым бункерам. А МСК АНТ не вывозит крупногабаритный мусор с площадок накопления для бытового мусора. Как нам пояснили в администрации, изначально бункеры на территории жилой застройки Сарова устанавливались для накопления крупногабаритных отходов от населения. По информации регионального оператора, который оказывает услуги по обращению с ТКО на территории города Сарова, они заключают договор с юридическими лицами, в которых указывают место накопления для этих юридических лиц, любое место накопления на территории города Сарова. То есть, по идее, любой магазин, юридическое лицо, ИП может в любой ближайший бункер свои отходы складировать на основании договора с региональным оператором. Иногда забрать заполненные контейнеры не позволяют припаркованные автомобили жильцов. Машина уезжает, а вокруг бункера продолжают расти горы мусора. Для того, чтобы не возникало таких проблем, в некоторых дворах обозначили место постановки бункеров. Но автовладельцы игнорируют эту разметку и оставляют там свои машины. На территории города у нас есть несколько дворов. Это Зернова 21, Куйбышева 5, Гугли 14, где нанесена специальная разметка, запрещающая стоянку транспортных средств. Именно предназначен вот этот участок территории для установки бункера. Проблема переполнения бункеров для крупногабаритных отходов на территории Сарова стоит остро. И администрация совместно с региональным оператором решает, как организовать оперативный вывоз мусора из этих дворов. Конкретно по адресу Куйбышева 5 приезжал представитель регионального оператора. И было принято решение о включении Куйбышева 5 в ежедневный график вывоза. И таких адресов будет 20. Если бункер для крупногабаритных отходов переполнен и мусор не вывозят, то нужно позвонить в управляющую компанию или в департамент городского хозяйства по телефону 977-81. В Нижегородской области стартовала программа обучения и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции. Участвовать в проекте могут граждане, находящиеся под резком увольнения, выпускники вузов, техникумов, а также безработные, зарегистрированные в центрах занятости населения не ранее даты введения режима повышенной готовности. Подать заявку на прохождение обучения можно на портале «Работа в России», а также на платформе Союза WorldSkills России не позднее 15 октября 2020 года. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 1 октября зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3%. Повышение затронет все федеральные учреждения – казенные, бюджетные и автономные. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Для справки, по данным Министерства труда и социальной политики, выплаты федеральным бюджетникам в ближайшие несколько лет будут расти на 4% в год. Также власти планируют изменить структуру заработной платы сотрудников бюджетной сферы, увеличив удельный вес должностных окладов и тарифных ставок. Саровские реконструкторы продолжают сезон. 19 и 20 сентября стрелецкий отряд Объединения «Армир» принял участие в фестивале клубов исторической реконструкции эпохи Средневековья «Приволжский штандарт», который состоялся в Парке Победы в Нижнем Новгороде. Фестиваль сорвал реконструкторов как из Поволжья, так и из других регионов России. Программа включала в себя мастер-классы по историческим ремеслам и военному делу, турнир по фехтованию, реконструкции исторических событий. В четверг, 24 сентября, пройдет конференция под названием «Православное лето 2020». Из-за пандемии коронавируса в этом году организаторы решили провести мероприятие в онлайн-формате. Тема конференции «Александр Невский. Запад и Восток. Историческая память народа». Свои мысли и рассуждения озвучат агенции докладчиков, в том числе доцент исторического факультета МГУ Светлана Ермишина, заведующая кафедрой теологии СРФТИ Оксана Савченко и другие. Конференция «Православное лето 2020» будет транслироваться на странице «Саровский лекторий» в Ютубе. Начало в 15 часов. Российские ученые разработали датчики, с помощью которых можно определить объем поступающего воздуха через аппараты ИВЛ. Создатели утверждают, что данные приборы будут в два раза дешевле зарубежных аналогов, при этом они обладают меньшей погрешностью измерений и позволяют точнее контролировать требуемый расход воздуха. По окончании пандемии коронавируса эти датчики можно будет использовать в наркозно-дыхательных системах и анестезиологических комплексах, в воздушно-дыхательных аппаратах для обеспечения кислородом, пожарных, подводников и космонавтов. Производители и эксперты объяснили высокую стоимость лекарства от коронавируса «Ариплевир». Напомним, цена препарата – 12 320 рублей за 40 таблеток по 200 миллиграммов. Эксперт Николай Беспалов рассказал, что спрос на препарат во всем мире очень высок. Соответственно, стоить дешево он не может. Также Николай отметил, что лекарство должно назначаться врачом и применяться под медицинским наблюдением. «Я считаю, что пациент по собственному наитию не должен иметь возможность приобретать такой препарат и использовать». За минувшие сутки в России зафиксировали 6215 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 157 из них выявлены в Нижегородской области. В Сарове за сутки зафиксировали 13 новых больных. В Крыму прошел форум молодых деятелей культуры и искусств Таврида. Он собрал на одной площадке творцов из разных уголков нашей страны. Вместе они придумывали необычные проекты, обменивались идеями, боролись за гранты. В качестве координатора на форуме побывала студентка саровского физтеха. Своими впечатлениями она поделилась с нашей съемочной группой. «Быть волонтером здорово» – с таким девизом идет по жизни студентка с РФТИ Ксения Лебедева. Добровольчеством девушка занялась еще в пятом классе и с того времени побывала на различных всероссийских форумах и фестивалях. Этим летом Ксения в качестве координатора приняла участие в форуме Таврида-2020 в Крыму. Мой функционал – это работа с участниками, то есть их сопровождение, также сбор обратной связи, ну и, наверное, консультирование по каким-то возникающим вопросам, по текущим вопросам. Форум Таврида объединяет талантливую молодежь со всей страны – музыкантов, художников, вокалистов, артистов. Оказавшись вместе, все эти люди начинают делиться опытом и генерировать неожиданные идеи. Я была рада, на самом деле, потому что я думаю так, ну всероссийский форум – это по-любому что-то додаст, какой-то опыт. Вот, ну и не прогадала, в принципе. Для меня это было просто вот какое-то открытие, что есть другие люди, они по-другому мыслят, и с ними нужно по-другому работать, с ними нужен другой подход. Вот, и, наверное, это для меня было самым главным. За месяц работы на форуме Ксения смогла зарекомендовать себя. Организаторы заметили девушку и пригласили на сентябрьский фестиваль Таврида-Арт. Этот тот же форум, только более масштабный. Участников уже не сто, а две тысячи. И всем им нужно помочь разместиться, сориентироваться на месте, разобраться в программе фестиваля. Было сложно, потому что участников больше, и немножечко обязанностей побольше из-за того, что ты не волонтер, а тим-лидер. Вот, но это того тоже стоило. В следующем году Ксения вновь планирует отправиться на форум Таврида, только уже в качестве участницы. Замруководителя фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов разработал законопроект о студенческом капитале. В нем говорится, что при поступлении в учебные заведения на имя каждого студента будет создан специальный банковский счет, куда зачислят 500 тысяч рублей для вузов и 250 тысяч рублей для колледжей, техникумов и училищ. Право на студкапитал будет у студентов очной формы обучения, получающих образование этого уровня впервые. На помощь смогут рассчитывать выпускники, обучающиеся как бесплатно, так и платно. В официальных группах канала «16» в социальных сетях мы спросили у саровчан, поддерживают ли они такую инициативу. 86% респондентов отнеслись к предложению положительно. Ответы «нет» и «мне все равно» набрали равное количество голосов. Современному человеку сложно представить свою жизнь без автомобиля. Для одних личный транспорт – это показатель статуса его владельца. Для других способ остаться наедине с собой по дороге на работу и обратно. Но экологи давно бьют тревогу по поводу вреда, который наносит планете многомиллионная армия автомобилистов. Чтобы привлечь внимание к проблемам чрезмерного использования транспорта, 22 сентября в мире отмечается «День без автомобилей». Поставить машину и пересесть на велосипед 22 сентября для Ольги Казарес входит уже в добрую традицию. Второй раз в этот день она участвует во всемирной акции «День без автомобиля». На самом деле эта традиция пошла из Швейцарии. Там она прижилась. У нас в России почему-то не очень. Все очень любят автомобиль, все обленились. А я призываю всех, приглашаю всех присоединиться к этой дружной традиции. Отказаться от машины на день Ольге несложно. Она любит велосипед и часто катается на нем. Это экологично и полезно для здоровья. Мы должны подавать пример нашей молодежи. Не сидеть в телефонах, а садиться хотя бы на такой транспорт. Поддерживать свою физическую форму в хорошем состоянии. Также это очень полезно для здоровья в плане того, что организм насыщается кислородом. В России акцию «День без автомобиля» впервые провели в 2008 году. Но массовой популярности она не обрела. Многие не готовы расставаться с машиной даже на короткий срок. Я нет. Почему? Потому что у меня трое детей, и мне нужно постоянно быть на машине. Конечно, мы просто не слышим первый раз. Ну, трафик будет поменьше в городе, я думаю, и люди займутся здоровым образом жизни. Лишний повод пройтись пешком. Иду пешком, без автомобиля. А расскажите, а почему отказались? Ну, прогуляться просто, пройтись. Сегодня готов. Сейчас поставлю в гараж и буду работать без автомобиля. День без автомобиля – отличный повод для того, чтобы достать велосипед или самокат и прокатиться по городу. Провести время с пользой для себя и экологии. Ставим машины и едем кататься. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. Отжимания. Поднятие гири. Забеги на разные дистанции. Впервые после введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса в Сарове приняли нормативы ГТО. Погода вынесла свои коррективы. И желающих выполнить физические упражнения на золотой значок пришло немного. Подробности смотрите в следующем репортаже. В воскресное утро встретила саровчан пронзительным северным ветром. Небо затянуло тучами. Термомбер показывает лишь 8 градусов тепла. Идеальная погода, чтобы завернуться в плед и смотреть сериалы. Но нашлись те, кто в 9 часов утра пришли на стадион ИКАР, чтобы сдать нормативы ГТО. Для Даниила Грачева и Никиты Богдашина плохая погода не стала причиной, чтобы остаться в этот день дома. Ребята учатся в 11 классе, играют в хоккейной команде. Уже в начале учебного года они задумались о поступлении в ВУЗ. Хотим получить золотой значок, потому что он баллы КГ прибавляет в разные ВУЗы. Мы хоккеисты и собираемся в спортивный поступать. Там дают плюс 10 баллов золотой значок. Юноши не стали ждать благоприятных погодных условий и пришли сдавать нормы ГТО при первой же возможности. 20 сентября, впервые после начала пандемии, в Сарове разрешили провести мероприятие «Готов к труду и обороне». Никита Богдашин играет в юношеской хоккейной лиге. И тренировок на льду ему вполне хватило, чтобы претендовать на золотой значок. Живой гири 50 раз, потом бег на 100 метров и пресс. Все упражнения спортсмены выполняли на холодном ветру, иногда под моросящим дождем. И взрослые, и школьники проявили стойкость характера и старались все выполнять правильно. Ученикам начальной школы пришлось особенно трудно, но они не сошли с дистанции. Сдать нормативы пришли всего 16 саровчан. Следующий день для сдачи норм ГТО назначен на 27 сентября. Если не зарегистрированы на сайте ГТО, то зарегистрироваться на сайте ГТО. Там все это подробно описано и указано, как и в дальнейшем записываться на испытания. При себе нужно иметь удостоверение личности и медицинский допуск. Всю актуальную информацию можно уточнить по телефону 99-3-94. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры сделал DimaTorzok